Интересный дизайн бокса, комфортная эргономика наушников, великолепные материалы, а также многорежимное активное шумоподавление. Разумеется, есть режим прозрачности, 6 микрофонов с алгоритмом шумоподавления, отличная автономность, водонепроницаемость класса IPX5, удобное приложение для полноценной настройки наушников под себя и, разумеется, удивительное звучание. Обо всем этом можно прочитать в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Live Note 3. Но как на самом деле у них обстоят дела, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Ежедневно я выгружаю обзоры на разные гаджеты, да, и даже при распаковках я иногда умудряюсь порезаться. Сегодня я распаковываю довольно интересные наушники. Я их долго хотел, долго не покупал, потому что, в принципе, ТВ-ски это что-то примерно одинаковое всегда, больше четырех сотен обзоров у меня на ТВ-ски на канале, и вроде бы они-то и не нужны, с одной стороны. С другой стороны, Live Note 3 это непонятно, это Live по 3 или нет, непонятно, насколько они интересны будут, допустим, зрителю, который узнает, что такое Anker. И Anker, это всегда круто. Я не встречал ни одних наушников Anker, которые бы мне не понравились. Я не встречал ни одного, наверное, человека, который бы сказал, что Anker это прям откровенный хлам. Возможно, я плохо искал. Одни из лучших ушей в ценовом сегменте даже премиум, хотя стоят они не как премиум, Soundcore, Liberty Air, 2 Pro, 3 Pro и еще много других плюшек. И это дело, можно сказать, в одной линейке. Почему? Потому что Anker плюс-минус одинаковые. Да, они, может быть, не супер эпично звучат. Да, здесь нет Lossless Audio, но дизайн и звук у них всегда желают того, чтобы вы их приобрели. Вот так это все дело выглядит. Нет, не похоже ни на P3, ни на что-то другое. То есть это у нас новинка. Получается, покупал я их на Temole. Я очень удивлен, что они так быстро пришли. Они, по-моему, пришли мне быстрее, чем за три дня. Море документации. Главное, что для меня сейчас, это я вставлю их в уши, и вы увидите, как они выглядят. Попрыгаю с ними. Разумеется, они не вылетят. И меня прям это радует. Если честно, я ждал совсем других наушников в этой упаковке. Классно, что они так быстро пришли. Весит 49 граммов бокс получается. 5,2 грамма весят наушники. Звуковод из металла. Все стандартно. Запасных амбушюр почему-то я не вижу. Так же, как и кабели. И либо это сюр, либо они прям охамели и решили на нас экономить. Подождите, я опять вас чуть не дезинформировал. Разумеется, кабель еще и с такой вот оплеткой на месте. Толстенький, саундкоровский. Разумеется, амбушюры. Аж две, три, четыре пары. Помимо тех, что на наушниках, размеры м, которые мне полностью подошли, я еще раз повторяюсь, не частных пользователей анкеров я не встречал. Только тех, кто в российском ритейле их покупал. Потому что мне кажется, что их уже начали подделывать. Но не факт. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 ми бэндов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудем, не забывайте подписаться в телеграм-канал скидок. Там 46 тысяч человек и телеграм-канал взаимопомощи. Нас там 12 тысяч человек. Очень много интересного выкидываю. За последнее время скупил, наверное, все интересные телефоны. И Neo 6, и Neo 6 SE, и помимо этого всего и OnePlus Ace, и еще два OnePlus, и вообще скоро все это будет на канале. Недавно, к слову, выгрузил сравнение Realme Neo 3 и Redmi K50 Pro. Смотрим, комментируем, предлагаем, что еще купить. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Продажи есть три расцветки. Это черный, синий и белый. Зарядный бокс изготовлен из глянцевого пластика с текстурной поверхностью. Форма у бокса параллелепипед с закругленными углами. Габариты небольшие, с 58 на 52 на 30 миллиметров. Вес без наушников 49 граммов, в кармане практически не мешается. Тактильно неплохой, не скользкий, вдобавок отпечатки пальцев практически не остаются, как и потертости. Материалы качественные, но сборка слегка расстраивает. На корпусе расположили лейбл, краткую информацию и разъем для зарядки USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, но не совсем удобно. Крышка в открытом состоянии не фиксируется, но и не захлопывается. Шарнир пластиковый и механизм открытия крышки имеют пружину, что удобно. Люфт у крышки есть, но небольшой, только в закрытом состоянии. Хлопок глуховатый и нераздражающий. Внутри бокса расположили три LED диода индикатора, притом довольно интересно, кнопку сопряжения, маркировку left и right, два глянцевых горизонтальных места под наушники, привычно стандартно, и два контакта для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют. Верхняя крышка прорезинена изнутри. Если попытаться вытряхнуть их, то много усилий прикладывать в принципе не придется. Если кейс просто перевернуть, то наушники останутся на своих местах. Емкость аккумулятора 800 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 3 минуты. Беспроводной зарядки, к сожалению, не завезли, а хотелось бы с такими габаритами и такой стоимостью. Наушники можно перезарядить от бокса полных четыре раза, саморазряд у бокса не наблюдал, что является очень-таки хорошим показателем, но неудивительно для анкеров. Они плохого в принципе последнее время и не делали. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого пластика, дизайн интересный, но из-за толщины ножки слегка портится вся картина. Габариты наушников составляют 37 на 15 на 20 мм, ножка имеет размеры 36 на 8 на 7 мм. Вес одного наушника с амбушюрой 5,3 грамма, звуковод небольшой, круглые формы на 5,7 на 2,6 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюра и металлическую сеточку, что стандартно для саундкора. Сборка хорошая, лучше чем у бокса, но материалы марки. Посадка в ухе комфортная и надежная. Из ушей при тряске головой не выпадают. При длительном прослушивании музыки лично у меня уши не устали. На корпусе расположили по 3 микрофона, на каждом наушнике логотип контакты для зарядки и сенсорную панель. Из топов на борту регулировка громкости, плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова и переключение между обычным режимом, режимом шумоподавления и режимом прозрачности. Одиночный тап есть, но его можно отключить в приложении, что даже очень хорошо. Защита от ложных нажатий самая простая, но есть. На тапы откликаются наушники отлично, летим дальше. Оснащены наушники 11-миллиметровыми динамическими драйверами из графена. Технология BassUp на борту, которую мы все прекрасно знаем, она у них работает неплохо. Активное шумоподавление в наличии, как режим прозрачности. ANC с тремя режимами работы, да-да-да, это активный шумодав, он отрабатывает не лучшим образом. На улице внешние шумы глушат неплохо, но в помещении он добавляет шумов, а по итогу лучше включить обычный режим, чтобы не слушать шум в наушниках. Метро, конечно же, они не глушат, только на максимальной громкости. Режим прозрачности лично мне понравился, разговаривать с собеседником можно спокойно, не снимая наушники, что плюс. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, и переподключение стандартно бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, с ранее сопряженным устройством. Мультипоинты не завезли, как и сенсоров приближения к нашему общему сожалению. Вот так, активный шумодав добавили, а сенсоров приближения нет. Анимацию при подключении не обнаружил, она в принципе не заявлена. Емкость аккумулятора одного наушника не указана, полный цикл зарядки по моим тестам занимает около одного часа. Отыграли наушники на 70% громкости, по кодеку AAC без включенного активного шумоподавления, целых 6 часов 16 минут, это прям много. Быстрая зарядка на борту и за 10 минут набежало 23% заряда, чего хватило на полтора часа прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость только у наушников и только класса IPX5. Я искупал их в воде, по итогу с ними все в порядке, весь функционал как работал, так и работает, но я вам, разумеется, не советую окунать девайсы с таким классом защиты в воду, так как он может защитить только от маленького дождика или пота. Далее, для удобства использования нужно установить приложение Soundcore. Доступна она как на андроиде, так и на iOS устройствах. В приложении на главной странице с подключенными наушниками мы видим заряд наушников по отдельности, но не в процентах, что, конечно, не особо удобно. И заряд бокса я там не обнаружил, и это неудобно, может быть, добавят потом. Далее есть настройка звуков, окружающей среды, включение-выключение игрового режима, очень хороший эквалайзер по мне, с готовыми пресетами в количестве 21 штуки, что круто, удобный и привычный. Вдобавок, полноценный кастомный эквалайзер, но упрощенного кастомного эквалайзера нет. К слову, технология BassApp после включения в приложении не отключается самостоятельно. Говорю это к тому, что у Soundcore была модель, в которой эта функция самостоятельно отключалась. Также есть вкладка «Превосходный сон» с различными звуками природы, проверка прилегания наушников и настройка тапов. В правом верхнем углу также есть значок настроек, где расположили поиск наушников, включение-выключение звуков прикосновения, озвучивание происходит с системными сигналами, обновить прошивку можно, что хорошо, но обновления не приходили пока, лично мне. Летим дальше. Bluetooth версии 5.0, что, разумеется, не особо хорошо, так как есть уже версии 5.3. Тем не менее, связь с устройством наушники держит хорошо, через одну стену не отваливались, но через две стены уже появлялись фризы. Из кодеков на борту AAC и SBC никаких кодеков высокой четкости нет. После включения игрового режима происходит автоматическое отключение эквалайзера, задержка на ютюбе незаметна, в играх задержка с включенными игровыми режимами приемлема для комфортной игры. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающей среды отрабатывают неплохо. С сильным ветром, конечно же, не справляются, но в целом перегруз небольшой. Хотя голос искажают заметно. Примеры сейчас услышите. Пример работы микрофонов новеньких анкеров. Я почему-то думал, что это как Live P3, но это Live Note 3. Они почему-то сразу оказались на томоле, то есть в Китае я их не видел в продаже. Интересный бокс, интересный цвет, интересная фактура. И вы слышите, как в идеальных условиях отрабатывают микрофоны. Разумеется, вы услышите микрофоны еще на улице, но я думаю, что для того, чтобы понять, как они работают в помещении, примеров вам хватило. Мне всегда они удобны, хотя суперудобными я их и не зову, и суперкомпактными. Но вот так. Смотрим. Пример работы микрофонов на улице наших любимых саундкоров Live Note 3. Это анкера. Я люблю анкера. У них довольно неплохие наушники всегда, во всяком случае, по звуку. Мне нравится вот эта прорезиненная поверхность на крышке. Никто так не делает. Дизайн, который может вам не заходить, но точно он нестандартный. Не нравится, что не прорезинен бокс. Я уже привык к этим штуковинам. Но прорезинили вы крышку, чтобы ничего не дзинкало. Так почему не прорезинить дно? Ветер довольно сильный. Рядом проезжают машины, проверки микрофонов. И что я могу сказать? Крышка почти не люфтит. Да и все остальное я вам расскажу про эти наушники в ролике. Но чтобы вас слышал нормальный собеседник, спойлер. Всегда с любыми самыми даже дорогими наушниками нужно говорить громко и четко, особенно в местах, где много шума. Шум здесь, мы должны его как-то перекрикивать. В целом ветер боковой, он должен задывать в микрофоны. Наверное, вы его слышите. Если не слышите, то в наушнике свет, блеск, красота. Хотя в целом по звуку они топ. И задумка отличная. Единственный вопрос к стоимости. Потому что P3 при старте продаж стоили вообще копейки, но они сейчас и не стоят копейки. А это дело сразу ушло на глобалку. Странно, но факт. Смотрим. Звучание. Я тестировал их в стоковом звуке. Конечно, из-за обширного выбора готовых пресетов эквалайзера они могут подойти большинству людей. К примеру, с функцией Bass Up звучание логично басхедное. Если вам нужно более нейтральное звучание, для этого и нужны эти пресеты. Вдобавок, на кастомный эквалайзер реагируют они, разумеется, отлично. Стоковое звучание я отнесу чисто басхедному. На 100% громкости каша слегка присутствует, на 80% уже нет. Запас громкости более чем достаточен. Я в основном слушаю музыку не более чем на 65% громкости. Вдобавок, звучание меня не утомляет у этих ушей. Бас плотный. Средний бас в наличии с ощущением многослойности. Конечно, не лютый, как аудиофильских наушников по 1000 долларов на проводах. Но для ТВСок более чем. Высокие частоты на своих местах, как и средние. Звучание хорошо сбалансированное, так как бас не имеет лишнего акцента, и из-за этого не страдает вокал. Опять же, помним, что они басхедные. В принципе, имеет акцент, но не лютый. И в принципе, его можно сместить. Звучание довольно энергичное, сцены шире средней и хорошей глубиной. И снова, допустим, про сцену. Любые полноразмерные наушники, разумеется, имеют намного большую сцену. Но в ТВСках она тоже уже присутствует. Подойдет оно для прослушивания современной музыки, хип-хопа, электронной музыки. И не только. Вообще ко всему подойдет. Потому что, если вы умеете пользоваться эквалайзером, это более чем грамотный инструмент. Из минусов. Нет сенсоров приближения. Работа активного шумодава слегка некорректная. Нет отображения заряда аккумуляторов в приложении. А также расстроила сборка самого бокса. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокода смотрите в моем телеграм-канале, так же смотрите интересные предложения. Допустим, сегодня Xiaomi 12X глобальной версии за 32 тысячи купил через киви. Опять же, как, где скачать старую программу Али, чтобы можно было оплачивать киви и все остальное, можете найти в телеграм-канале либо взаимопомощи, либо скидок. Резюмирую. Anker Soundcore Live Note 3 в паре с отличным приложением показали себя хорошо. Внешне как бокс, так и наушники, как по мне, интересные, так как их дизайн не такой, как у всех. Вдобавок, все это выполнено из хороших материалов. Я, в принципе, не люблю блестяшки, но я вот сейчас абстрагировался от этого дела. Какая разница, что я люблю? Вы же видели на экране, как они выглядят? Это не слишком пошло. Это вам не то, что сделали Redmi с тремя Pro. Вы помните, да? Вот это вот почти сережки. По звучанию я более чем доволен. Производитель позаботился о нас и предоставил возможность настроить под себя их как вручную, так и воспользовавшись пресетами. В целом, по сумме их положительных и отрицательных качеств, я их однозначно рекомендую. Не забываем подписаться на YouTube канал, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Постараюсь купить и рассказать. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.